Каждому направлению, отраслевому направлению, нужно ручное управление. Ручное. Сейчас условия изменились. Максимально надо начать экономию. Необходимо провести мобилизацию, мобилизационные сборы. Как нам сделать эту борьбу с коррупцией более эффективной и реальной, чтобы мы ее видели? Статью 224, прим. 3, за перевозку, транспортировку наркотиков по жизненный срок. То же самое необходимо будет внести дополнение в наше законодательство. Здравствуйте. В эфире Чекенская правда. Выборный марафон наш продолжается. Чекенская правда продолжает вас знакомить с кандидатами в депутаты парламента. И сегодня у нас в гостях кандидат в депутаты по Схумскому центральному избирательному округу номер 6. Рауль Лолуа. И Рауль, он не только кандидат, но он еще и действующий кандидат. Рауль, добрый день. Добрый день, Инау. И мы сегодня все-таки будем, наверное, в силу сложившейся ситуации в мире, достаточно тревожной ситуации, да, в связи с событиями на Украине, мы все-таки вот как бы от вот этого привычного ритма, который у нас был задан во время нынешней кампании, мы все-таки, наверное, поговорим вот в силу того, что ты действующий депутат парламента, в силу того, что у тебя огромный опыт служения там в силовых службах, в силовых структурах и так далее. То есть мы, в общем-то, поговорим вообще о ситуации. Как ты смотришь вообще на перспективы вот этого развития на Украине? Насколько это отразится на Абхазии? Мы всегда смотрим вот на этот контекст все-таки. И на, вот после нашей последней встречи, когда мы договаривались об этом эфире, очень многое изменилось. За эти дни просто поменялась ситуация кардинально, да, и она меняется ежечасно, вот, и мы внимательно следим за тем, что происходит, потому что так или иначе, это напрямую касается и Абхазии в том числе тоже. Поэтому нам надо отслеживать, нам надо понимать, нам надо готовиться к тому, что может произойти в Абхазии, вот, и поэтому это для нас очень важно. И мы видим, какие сегодня беспрецедентные санкции наложены и будут, скорее всего, действовать в отношении России. Это к нам имеет прямое отношение. Вот, поэтому, когда мы говорим, что мы должны быть готовы, мы должны максимально мобилизовать свои все ресурсы, вот, все свои возможности, вот, и готовиться в том числе к тому, что у нас будут тоже очень серьезные проблемы. Ну, вот, на первый взгляд, конечно, любая ситуация, связанная с экономикой, да, с укушением экономического состояния России, она отразится, наверное, и на нас тоже, да, то есть российский рубль у нас, в конце концов, единственная валюта. Ее там удешевение, оно отразится и на наших доходах, на наших зарплатах, пенсиях и так далее. С другой стороны, как бы, российский турист, наверное, тоже, как бы, который сюда приезжает часто, да, то есть он может тоже из-за проблем вот этих экономических, тоже, как бы, эти потоки могут сократиться. То есть я бы хотел бы, наверное, все-таки порассуждать, вот, какие, наверное, минусы из этой ситуации, и какие, возможно, плюсы с этой ситуацией, вот, экономического характера. Мы не знаем, что произойдет завтра, поэтому говорить сейчас о курортном сезоне, о том, что будет у нас летом, пока, конечно, рановато. Ну, надеемся, что война вот все-таки закончится, но режим санкций, мне кажется, он, как бы, неизбежен, мне кажется. Ну, уже решение принято в отношении России, решение принято. Практически парализовали все, всю экономическую, все взаимодействие с Западом, с облежными странами. Вы видите, там уже и самолеты не летают, там, и, скорее всего, и товары тоже перемещаться не будут. С платежами, с расчетами тоже. Да, закрывают все платежи, межбанковские платежи и так далее, и так далее. Конечно, здесь, если ситуация, ну, скажем так, на каком-то этапе остановится, санкции уже, навряд ли, там, снимут в ближайшие годы. Для Абхазии банки, те, которые не работали в Абхазии, боялись эти санкции, их разные, да, европейских, они, в принципе, сейчас могут начать уже работать, они могут войти в Абхазию. Да, все, любые, при желании, да. Здесь другой вопрос, готовы ли мы это принять, и что мы с этим будем делать, да, и какие проекты мы здесь будем реализовывать и запускать. Конечно, в том числе тоже, да, и мы сейчас много говорим о сельском хозяйстве, говорим о туристической отрасли, говорим о том, что здесь необходимо построить для энергодополнительных мощностей мини-ГЭС, там, и так далее, и так далее. Скорее всего, здесь уже будет совершенно по-другому ставить вопрос об открытии аэропорта, там, морского порта, и так далее, и так далее. То есть ситуация кардинально меняется, но все равно это все очень будет сложно идти. Вот. Что мы здесь должны делать? Во-первых, конечно, надо посмотреть с нашим бюджетом, мы же его принимали в бюджет на этот год в других условиях. Сейчас условия изменились. Максимально надо начать экономить. Нам нужна подушка, небольшая подушка безопасности. Вот. Начать экономить, посмотреть всерасходную часть бюджета, где мы выделяли деньги на покупку, там, не знаю, автомобилей, там, может быть, канцелярских товаров, может быть, какие-то другие расходы, которые сейчас нам обязательно нужно сократить и ужаться, да, это вот ключевые вещи. Вот. Потом, многие программы, которые у нас экономического характера были нереализованы, да, я считаю, что там, в том числе и социально-экономического развития программы, там, разные концепции, которые у нас были, стратегии, которые у нас были, нам обязательно их нужно реанимировать. Нам обязательно нужно начать их обсуждать, да, и в том числе с нашими российскими партнерами. Вот. И, мало того, не просто обсуждать, нам их надо запускать. А чтобы их запустить, тоже взаимодействие, вот здесь, когда мы говорим о выборах парламента, взаимодействие с властью должно быть прямое. Вообще взаимодействие всех ветвей власти. Это только так может экономическую ситуацию нашу как-то стабилизировать, скажем так, и небольшой дать нам рост. Вот. И по каждому направлению, отраслевому направлению нужно ручное управление. Вот. Ручное. В любом случае, мне кажется, это такая ситуация, которая нас в любом случае обязывает объединить все наши усилия. Там, все наши ветви власти, да, сделать их более договорными, с одной стороны. А с другой стороны, у нас не так много все-таки умов. Мы маленькая республика, да, у нас экспертное сообщество тоже достаточно маленькое. Мне кажется, и экспертное сообщество нужно подключать к этим процессам, да, смотреть. Потому что это действительно для нас ситуация неординарная. Да, да, в 90-е годы мы испытывали блокаду, но все-таки мир за этот период достаточно сильно поменялся. И сейчас нам нужно вот как-то подстраиваться под это и развивать свою экономику. Мне кажется, и перспектива у того же аэропорта, она сейчас оказывается более значительной. Потому что раньше мы все-таки считали это как-то некий гуманитарный проект. Это было и при Рауле Хаджин, когда расчеты ввели, что он как бы экономически не выдерживает, да. То есть это он нерентабельный, вроде бы и при нынешнем президенте Аслане Бжане. Вроде расчеты тоже опять же как бы мы концы с концами не сводили, да, он стал бы дотационным. А сейчас в силу того, что и не надо думать о создании собственной компании, да. То есть я бы, если честно, я боялся бы летать на абханской компании, да, где как бы только что создано, да, и то есть рисков слишком много, да. Лучше такой надежный, апробированный извозчик, типа Аэрофлота, я не знаю, Победы, там. Много сейчас российских компаний, которые, в общем-то, сейчас никуда летать в Европу не могут, да, и через Европу. Не только что в Европу, а через Европу не могут летать. И то есть сейчас эти люди, которые там могли бы ехать, они уже в Россию, да, то есть в Европу, они уже некуда ехать. И наверняка вот это все-таки как-то отразится на наших курортах. И в этой связи, наверное, тоже какие-то действия нужны. Инал, давай говорить о практических вещах. В истории нашей Абхазии были разные периоды. И мы объединяемся только, когда у нас какие-то проблемы и внешний враг. Вот сейчас ситуация у нас очень сложная и тяжелая, да, и, скорее всего, на ближайшую перспективу она такая и останется. Поэтому, когда мы говорим о некой консолидации, о том, что мы должны находить совместные ответы на вопросы, которые у нас, в том числе, здесь стоят, мы должны начать их решать совместно, в том числе и привлекая наших экспертов. Вот сейчас видели вы последнее время некие созданные такие рабочие группы, которые обсуждают реформирование нашей политической системы, административную реформу, кондиционную реформу и так далее, и так далее. Сейчас они становятся очень актуальны. Вот именно вот в это время. Максимально надо мобилизовать, еще раз повторяю, все наши ресурсы и находить консенсусы по разным нашим внутренним вопросам. Вот это вот ключевой вопрос. Если мы не сможем этого сделать, мы развиваться не сможем. Мало того, в нас должны поверить. Я много раз уже говорю, что, к сожалению, действующий парламент, который сейчас завершает свою деятельность, слишком много выяснял отношения между собой и внутри. Вот мы должны прекратить это. Мы должны максимально сконцентрироваться на работе, на эффективной работе. И находить ответы на вопросы, которые у нас стоят. Их куча, их очень много вопросов. Мало того, сейчас они, я как говорил выше, они добавились. Поэтому нам надо в парламенте собрать квалифицированных депутатов, группу людей, которые будут взаимодействовать со всеми ветвями власти. Пришел, например, проект, допустим, по реформе какой-то. Быстенько его отработали, приняли его, запустили его, отработали. Посмотрели, как по факту он работает, пошли дальше. Допустим, зашли сюда банки. Предложение есть какое-то там, в том числе у нас очень много проектов по гармонизации стояло. В прошлом году мы знаем, там около 50 вопросов стоят. Надо их начать обсуждать. Надо их начать обсуждать. Потому что без них мы тоже двигаться вперед не сможем. Там, ну вот, разное законодательство, законодательство с Россией. Где-то мы берем такую хорошую практику, где-то мы смотрим, добавляем свою. Это вопрос, который стоит вот сейчас у нас на повестке дня. Важно, мне кажется, существует там, допустим, российская повестка, предложение. Но важно нам, наверное, сформулировать свою повестку, свои взгляды, свою... Безусловно, безусловно. Вот что нам приемлемо, что нет. Конечно. И фонарь всегда это представить важным. У нас свои условия, которые сложились здесь традиционно. Поэтому, чтобы эти законы, они воспринимались нашими людьми, они должны быть адаптированы под наши реалии. Конечно, это так. И поэтому тоже вот это надо учитывать, когда мы рассматриваем и внимательно отслеживаем эти проекты, которые к нам сюда приходят, нам предлагают. Мы свою повестку, я согласен, должны предлагать тоже ответную. Вот мы много раз ездили в Москву до пандемии, работали в Совете Федерации, работали в Государственной Думе. Соглашения, которые мы подписывали, мы не просто здесь их подписывали и ратифицировали, мы над ними работали совместно с профильными комитетами Российской Государственной Думы. Это Дума, которая работает, ну вот как хороший штаб, понимаете. Вот в каждом кабинете, в каждом, значит, профильном комитете шла у них там работа. Вот это нам тоже не хватает. На зависть нам. На зависть, на зависть, да, конечно, да. Но они всегда к нам хорошо относились. Они понимали, что, например, это социальные какие-то вопросы, увеличение пенсии там, например, какие-то медицинское обеспечение. Все же мы принимали, с ними прорабатывали какие-то, ну, вещи они не знают здесь, что происходит, да. Поэтому мы выезжали туда, это обсуждая с ними, вот, и добивались то, чтобы там несли дополнение какого-то, или изменение внесли какое-то. Это вот рабочие такие моменты. Вот сейчас, опять же, возвращаясь, вот, что нас может ждать в этом году, летом нам реально нужно готовиться ко всем вызовам, которые перед нашей страной будут ставить. Понятно, конечно, что мы в одной арбитре находимся с Российской Федерацией. Вот ситуация уже, ну, критическая там, да, не изменится на ближайшее время. И вот мы максимально, мы подписали разные соглашения, в том числе у нас координирована, скорректирована внешняя политика с Российской Федерацией. Поэтому, конечно, мы внимательно следим за тем, что происходит. С другой стороны, у нас возникает, наверное, тоже, я вот смотрю, что пишут в социальных сетях, да, какие там размышления, люди размышляют, да, тут возникает, опять же, вопрос безопасности. Абхазия уже самой, да, уже там, кто-то там, грузины там, крайне себе оставляет, а давайте мы тоже что-нибудь там придумаем с Абхазией и Южной Осетией. То есть в этой связи, наверное, нам тоже нужно думать, наверное, о какой-то модернизации наших вооруженных сил, да, какой-то более тесной координации с Российскими вооруженными силами, которые здесь размещены группировкой. Вот как ты смотришь вообще на вот этот комплекс проблем, связанных с безопасностью? Вот как раз очень актуальные вопросы, актуальная тема, которые в том числе в парламенте нам надо будет это обсуждать. У нас есть соглашение, которое было подписано в 2014 году, но, к сожалению, об объединенной группе войска, оно не в полной мере было реализовано. Вот. И мы проводили разные встречи, в том числе в Совете Федерации, вот. Но вот актуальность тогда была, может быть, менее такая, та, которая вот сейчас перед нами всеми стоит. Поэтому я думаю, что вот мы будем это пересматривать. Мало того, нам надо посмотреть о нашей доктрине сегодняшней, да, с учетом вот того, что происходит. Мы видим, как в Грузии сейчас активизировались те силы, которые до 2008 года считали, что Абхазию нужно, значит, да, решать вопрос Абхазии силовым путем. Мы видим, как они активизировались. Это очень, это очень опасно. Мало того, все эти годы Грузия вооружалась. Те же западные страны постоянно поставляли туда оружие и боеприпасы. Турция также поставила туда вот эти новейшие, значит, комплексы, в том числе и летательные аппараты, так называемые байрактары. Вот. И мы тоже это все отслеживаем, тоже все это видим. Поэтому нам надо с доктриной определиться, какая у нас сейчас доктрина обороны. Поэтому, значит, считаю, что в ближайшее время нам необходимо провести мобилизацию, мобилизационные сборы в каждом районе. Наши резервисты должны понимать, куда они четко приписаны. Вот это очень важно сделать, ну, в ближайшее время надо смотреть по возможности. У нас не было такой ситуации. Конечно, по нашим ресурсам мобилизационные сборы провести обязательно нам нужно. Посмотреть, какое у нас вооружение, какая у нас техника. Возможно, с российской стороной надо будет обсудить, и, может быть, мы поставим те средства вооружения, которые мы сегодня можем реально обслужить. Это проблема у нас танки 60-х, 50-х, грубо говоря, годов, и БМП. Самый у нас трофейное оружие. В том числе тоже, да. И оно уже все не просто морально, оно устарело. И нам реально к этому нужно будет очень серьезно готовиться. Поэтому роль Министерства обороны, Службы государственной безопасности, Совета безопасности, парламента возрастает как никогда. Ну, в этом контексте, наверное, мне кажется, из таких теоретических соображений, вот эта конституционная реформа, предложения которой уже озвучены, о перераспределении полномочий и парламентах, они смотрятся более, уже имеют некий прикладной характер. В силу того, что нам нужно все-таки действительно не находиться в режиме постоянных конфронтаций, которые у нас там происходят регулярно. Это стала уже абхазская традиция. Наверное, это все-таки как-то нам надо поменять. Как ты вообще относишься вот к этим предложениям, которые представила Конституционная комиссия по реформированию Конституции? Это их предложения, они носят рекомендательный характер. И, ну, понятно, что принимает это парламент. Моя позиция такая. Считаю, что давно настало время, когда мы свою Конституцию должны реформировать и изменить. Времена изменились с 93-го года. Да, считаю, что время, конечно, пришло, и нам необходимо нашу Конституцию немного дополнить, скажем так, новыми реалиями, которые сегодня складываются. И роль парламента должна быть более серьезней, более высшей. Одно из моих предложений, вот считаю, что можно было бы сегодня тоже должность премьер-министра для утверждения пропускать через парламент. Это было бы очень правильно. Мы, к сожалению, такой возможности пока не имеем. Мало того, можно было бы прописать в случае неисполнения бюджета или если социально-экономическая ситуация в стране падает по вине, но там должны быть обоснованные обвинения в адрес кабинета министров, тогда мы выдвигаем вводу недоверия премьер-министру, допустим. Вот такие вещи, я думаю, что они были бы полезны и правильны. Потом обязательно нужно наполнить содержанием, если мы определяемся и оставляем должность вице-президента, содержанием наполнить его эту должность. Она сегодня, ну вот такая, скажем так... Да, да, да. За ним четкие должны быть закреплены обязанности. И он должен понимать, какой фронт обязанностей за ним, какие задачи перед ним стоят. И нам тоже было бы понятно, как законодательные власти, понятно было бы, что от него зависит и где стоят перед ним, какие перед ним стоят, прописанные задачи стоят. А вот взаимодействие с кабинетом министра в целом, с отдельными министрами в целом, тоже считаю, что было бы хорошо, если бы министры отчитывались, министры говорили бы, приходили бы в парламент, при назначении работали бы с парламентом, представляли бы свою программу и так далее, и так далее. Вот это взаимодействие нужно с парламентом более качественно, на качественный уровень вывести. Вот ты сказал мне, понравился этот момент, что все-таки должны какие-то показатели работы быть, чтобы можно было бы определять, хорошо там сработало правительство или нет. И в любом случае, мне кажется, любой министр, допустим, когда он назначается, он должен, если это министр финансов, министр экономики и так далее, то обязательно там какие-то цифры все-таки должны быть, фигурировать, чтобы потом, исходя из этого, то есть он берется обязательство наполнять, что создать столько-то министры экономики, столько-то рабочих мест, доходы бюджета, министр финансов говорит, что мы можем увеличить вот по этой схеме, увеличить там бюджеты дохода до такой-то планки. Сегодня же у нас вот как-то сложилось, что министерство финансов, ну это вот такая абхазская традиция, ну она просто как бухгалтерия, да, не больше. То есть функционал там министерства финансов, он всегда по миру намного более широкий, чем то, как мы это себе представили и, в общем-то, и воплотили в жизнь. И мне кажется, все-таки вот очень нужно, наверное, нам собрать вот через вот этот кризис, наверное, который глобальный, внутренне, но мы, наверное, все-таки привыкли, да, но глобальный кризис, который, наверное, ставит под угрозу, там, угрожает и нашей государственности в том числе, да, сплотить, собрать вот эти умы, сделать людей там деятельных, умных, собрать вот и в той же исполнительной власти, и в том же законодательном органе. И в этом контексте, мне кажется, все-таки нынешние выборы, кто-то жалуется, что вот выборная кампания наложилась на этот кризис, и надо бы эти выборы отложить, но мне кажется, сейчас самое время, как бы, чтобы народ трезво все-таки посмотрел на этот процесс, кого мы выбираем, моего там парня с улицы, да, знакомого, или человека, который вот в такое тяжелое кризисное время, он пригодится государству, да, то есть надо все-таки какие-то приоритеты нам выбрать. В этом плане, потому что ситуация действительно архи-сложная. Наверное, с 93-го года, ну, я не знаю, как бы, вот с момента вот этих войны 92-го, 93-го года, наверное, мы в такой тяжелой ситуации, вот с такой тяжелой перспективой мы еще не встречались. Даже 90-е годы, блокадные 90-е годы покажутся, может быть, в каком-то варианте могут показаться цветочки. То есть всякое может быть слишком, мир стоит на грани очень-очень тяжелых, там, каких-то перспектив, о которых даже не хочется говорить, да. И в этом контексте единственное, что мы, наверное, можем, Абхазы, сделать, это действительно сплотиться и как-то встретить эти вызовы, как бы, дружно, да, сплоченно встретить и, как бы, выстоять, не только выстоять, но и сохранить свое государство, развивать его. Инал, наша политическая сегодняшняя элита должна понять одно. Вот так, как мы жили раньше, жить мы не можем уже. Нам надо понять, что воровать у своего государства, но это не просто преступно, это аморально. У нас есть ресурсы, у нас есть средства, и, скорее всего, они будут и поступать, с учетом вот тех реалий, которые складываются, дополнительные. Но надо понять, что будущего не будет, если мы не поменяем свое представление об Абхазии. Мы свою страну не захватили, мы ее освободили. А сейчас мы должны с учетом реалий начать хоть небольшой, постепенный, но рост. Вот это вот ключевые вещи. У нас бюджет, ну, небольшой относительно. 10 миллиардов рублей, из них там 60, почти 70 процентов, это прямые вливания Российской Федерации. Это прямые вливания рублевые, понимаете. И этого совершенно нам недостаточно. Единственное, что мы выполняем, это выполняем социальные обязательства перед нашими гражданами. Выплачиваем заработную плату, выплачиваем там пенсию. В том числе и российская, опять же, да, пенсия, это вот составляет там, ну, по-разному, да, разные цифры. Вот эти вещи и все. Мы сами должны начать развиваться. Мы сами должны понять, где у нас точки роста есть. Вот когда мы говорим о том, что экономика должна заработать, и кредиты мы должны начать выдавать, мы должны понимать, куда эти кредиты пойдут, на что эти кредиты пойдут, каким образом они будут возвращаться. Ведь это кровеносная система экономическая, и эти банки должны работать с людьми. Сельскохозяйственное направление, туристическое направление, приоритеты расставить должны. Вот сейчас очень важно понять, что инвестпрограммы, той, которая у нас была все эти годы, возможно, ее на 22, 23, 25 уже не будет. Возможно, я сейчас не могу гарантировать, но есть такое опасение. Значит, этих денег на восстановление Абхазии может быть не быть. И те, кто говорят, допустим, выступая, говорят, вот сейчас мы вас всех озолотим, мы проведем здесь такие вот ремонтные работы по всем городам и районам, но это просто люди не просто заблуждаются, они реалии наши не знают, они не понимают, какой у нас бюджет и какие деньги у нас в городах, районах. У нас практически все города дотационные. Поэтому вот здесь вот в этой связи мы обязаны максимально сплотиться, подтянуть все наши возможности резервы, определить вот по этой программе, которой я говорил, где у нас приоритеты расставить и начать работать, в ручном режиме работать, направлять на сельское хозяйство. Где у нас сельское хозяйство? Закрыть, например, границу с Грузией, чтобы не поставляли сюда те товары, овощи и фрукты, которые мы здесь производим. Они могли бы обеспечивать не просто наших здесь граждан, но и большое количество туристов, которые каждый год сюда приезжают. А что мы делаем? У нас овощехранилище в Гулиевском районе. Сперва мы там сигареты какие-то хранили, а теперь какие-то аппараты там храним. То есть овощехранилище не задействовано, по своему прямому назначению не работает. Это не преступно? Преступно, понимаете? А мы могли бы, конечно, использовать его, хранить овощи для того, чтобы потом уже их развести по нашим рынкам, по нашим сетевым магазинам, по гостиницам и так далее. Кормить гостей и граждан Абхазии своими продуктами. Эти возможности у нас есть. Вот эти банки, они должны начать работать. Мало того, эти банки должны начать выдавать кредиты. Кредиты на то, чтобы молодые семьи могли покупать себе жилье, квартиры. У нас появляются возможности, но нам надо максимально мобилизовать свои ресурсы. Сейчас Рауль-то говорил о том, что нам надо рачительно относиться к нашим возможностям, к нашим деньгам, те, которые у нас есть. И вкладывать там точечно, смотреть за тем, как все это развивается. То есть, видеть и за все это просматривать через эффективность. Но с другой стороны, у нас государство обычно занимается чем? Ну, ты привел, да, овощехранилище, там у нас еще по инвест-программе предприятие по переработке меда было, которое мы уже больше 10 лет не можем наладить, да, то есть у нас всегда проблема. Вот там, где участвует государство, у нас всегда проблема. То есть, это такой отрицательный баланс. То есть, это такая бездомная яма, куда все время кидаешь и никакой отдачи нет. Наверное, все-таки, это один тоже из элементов абхазской, увы, этой коррупционной машины, которую мы создали, от которой мы не можем уйти. Как бороться вот с этим проявлением, вот в силу той тяжелой нынешней ситуации, которая вот сейчас складывается, как нам сделать эту борьбу с коррупцией более эффективной и действительно реальной, чтобы мы ее видели? Мы в парламенте много раз обсуждали темы, связанные с коррупционными проявлениями, да, не просто проявлениями, а прямыми хищениями. И материалы контрольной палаты, которые к нам поступают, они достаточно объемные, и там подробно расписано, где были хищения, где было нецелевое использование бюджетных средств. Но, к сожалению, они остаются на полках. Я несколько раз сам лично вот брал эти материалы, рассматривая их, и приносил, там, ну, вот это несколько лет назад было, приносил Генеральную прокуратуру. Я говорю, рассмотрите их, примите по ним решения. Вы должны понимать, что это очень важно, чтобы таких прецедентов больше в стране не было. Понятно, есть такие, ну, незначительные вопросы, да, там, может быть, ну, вот как-то допущены какие-то ошибки, там, в управлении, допустим. Но когда целенаправленное идет хищение в размере, там, 100-150 миллионов рублей, здесь другого решения быть не должно. Этот человек должен быть нашей системой, правоохранительной системой. Наказан, задержан и отбывать наказание в тех местах, где определено это законом. Это важно очень, это ключевой момент. Но здесь важно наше общее понимание. И мы не должны этих людей поощрять, мы не должны за эти вещи закрывать глаза. Все идет от нас самих. Вот, парламент работает над этим. Руководство страны, там, да, кабинет министров работает над этим. Прокуратура принимает решения. Вот, другого варианта у нас нет. Максимальное наказание. И самое главное, личный пример. Вот мы должны показывать личным примером, что это не должно приниматься в нашей стране. Ну да, с другой стороны, мы находимся почти в условиях военного времени. С силы того, что в регионе у нас оказывается. И нам, наверное, тоже вот здесь как-то более слаженная работа должна быть. И оперативные, наверное, решения. То есть мы не можем, допустим, условно говоря, то, что пять лет назад украли. И до сих пор у нас до судов это дело не дошло. То есть с этим тоже у нас проблемы. Мне кажется, здесь нужно, наверное, взаимодействие всех вот этих и суда, и прокуратуры, и министерства внутренних дел и так далее. И, наверное, и общество должно это поддержать. Самое важное, мне кажется, если реакция общества не будет адекватной, то есть не будут говорить о краполам, а о юде и щема, да? Сулк шахату, сулк шахату, сулк шахату, пына. Когда обкрадывают, это обкрадывают нас. Тем более сейчас, когда из России денег, наверняка, по инвестпрограмме, наверное, эта инвестпрограмма значительно сократится, да? Мы должны будем рассчитывать на собственные ресурсы. И чтобы эти ресурсы, они шли во благо государства, во благо наших граждан, а не от каких-то отдельных персон, которые получили допуск к этим ресурсам. Инал, я считаю, что в нашем уголовном законодательстве эту статью надо будет усилить нам обязательно. Вот как мы сделали статью 224, там, прим-3 за перевозку, транспортировку наркотиков по жизненный срок. То же самое необходимо будет внести дополнение в наше законодательство. Иначе мы с этим не справимся. Коррупция, ну, она реально пожирает все наши ресурсы. А они есть, еще раз повторяю, они есть. Поэтому нам над этим надо будет серьезно очень поработать и поддержать всех тех, которые хотят бороться, и особенно прокуратуру, Министерство внутренних дел, Службу государственной безопасности. И парламент в этом плане должен именно той площадкой стать, которая поддерживает правоохранителей, когда они начинают бороться с проявлением коррупции. Где бы это ни было, в каком бы ведомстве или учреждении это ни было бы. Без разницы, кто бы это ни был, и какой бы руководитель, и какой бы фамилии он ни был. Вот это очень важно. И мы все вместе в парламенте должны сказать, нет коррупции. Вот это вот тогда, тогда я думаю, что мы хоть немного, но приблизимся к выполнению этой задачи. Но как ты смотришь на это в контексте происходящих событий, все-таки у нас неразрешенный конфликт с Грузией, переговорный процесс, он такой вялотекущий, но тем не менее этот конфликт он сохраняется. Грузия может быть сейчас, еще недавно совсем не угрожала, но тем не менее вариант новой войны в любом случае в силу сложившихся обстоятельств он так или иначе может быть. Прослеживается в каком-то из вариантов. Как ты смотришь на эту ситуацию? Как нам вести себя в этом контексте? Инал, у нас не конфликт, а война. И у нас, если начнется с Грузии, опять начнется у нас война. Для нас она национально освободительная. Была и, скорее всего, будет и, возможно, достанется уже и нашим детям. К сожалению, вопрос Грузии не решен у нас, остался. Хоть и были подписаны разные соглашения с Российской Федерацией, обеспечивают нашу безопасность. Но остается очень серьезная угроза. Вот на этом фоне не подписан ни один документ. Они не дали нам гарантию никакой. Вот как Россия, например, требовала гарантию от Запада, что на территории Украины не будут размещены силы НАТО, какие-то средства доставки ракет и так далее. Они на это не пошли. И грузины тоже на это не идут. Они тоже, получается, что зависят от американских или европейских своих партнеров. И они не дают нам возможности напрямую с ними договориться. У нас определена, значит, на территории Грузии действует закон об оккупированных территориях. Эта страна никак не пошла ни на какие договоренности или обсуждения этих вопросов. Мало того, хочу вам больше сказать. Сегодня у нас хоть и нет взаимодействия с Грузией, но граница открыта. У нас ездят туда наши граждане, получают медицинскую помощь и так далее. Понять это можно. Но многие получают и гражданство тоже. Я хочу в уголовном кодексе унести дополнение тоже. В случае сокрытия наличия грузинского гражданства должно быть уголовное наказание за это. Это очень важно. Мы должны понимать граждане Абхазии, без разницы национальности, какой бы они ни были, в том числе этнические Абхазии, кто получил гражданство Грузии. Сейчас, с учетом того, что происходит между Россией и Украиной, между Россией и Западом, Европой и Америкой, скорее всего, документы и паспорта российские уже также будут, ну, скажем так, поездки туда будут закрыты, надолго будут закрыты. Возможно, появятся люди, которые захотят получить грузинское гражданство для того, чтобы выехать в Европу, для того, чтобы получить некие такие, какие-то личные там блага и так далее. Мы внимательно за этим должны будем следить. Это вопрос нашей национальной безопасности. У нас за Ингуром враг, враг, который готовится, враг, который ждет возможность в любой момент напасть на Абхазию. И с учетом того, что происходит, возможно, силы, которые были в 2008 году, до 2008 года, они опять проснутся, опять их приведут к власти, и они опять свою, значит, идею решить вопрос военным путем Абхазии попытаются. Поэтому нам надо быть максимально готовыми к вызовам такие, которые идут в том числе и с территории Грузии. У нас очень много угроз сейчас, так или иначе. Поэтому хотелось бы, чтобы мы ко всему этому были готовы. В любом случае, вызовы, которые сейчас возникли, они и раньше были, но сейчас они достаточно сильно актуализировались в контексте событий, происходящих на Украине. И достаточно много этих вызовов, на которые мы должны быть готовы всегда ответить. И в этом плане, конечно же, здесь нужна мобилизация всей нашей власти. Не только всей нашей власти, но и всего нашего общества. Я на этом все-таки буду завершать наш эфир. Раур, большое спасибо тебе за то, что мы поговорили о достаточно актуальных проблемах, которые сейчас нас, наверное, будут ожидать, о вызовах, которые так или иначе коснутся нас. И спасибо тебе и удачи. Спасибо тебе, Инал. Я тоже хочу сказать нашим гражданам, не все так, конечно, трагично. Мы обязательно, как и всегда, собираемся, мобилизуемся. И мы, я уверен, что справимся с теми проблемами и вызовами, которые перед нами стоят. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!